Спасибо. Почему родилась идея кафе? Я вообще очень люблю готовить. Пришло время окончания декрета. Стали появляться какие-то мысли. Я это сказала, знаете, сколько лет назад? Лет 7 назад точно. Мужу первый раз, что Бобруйске не хватает кофейни. Надо слушать женщин. Первое заведение, которое открылось в Бобруйске с детской зоной. Моя мама молодая была, и я знала эту проблему, что ты приходишь в заведение с ребенком, и ты не можешь выпить спокойно чашечку кофе, потому что он с тобой не будет сидеть, ему надо где-то играть. Мы часто слышим благодарность от мам. Но вообще трудностей много было, потому что, начиная от проекта самого, все с самого нуля, опыта у меня в этой сфере не было. Пришлось многому учиться. Я специально ездила на разные курсы. Сама все искала. Поняла, что у меня недостаточно информации. Я бы очень хотела, чтобы в Бобруйск почаще приезжали такие программы, как сегодня. Потому что приходится ездить куда-то. В Бобруйске это редкость, чтобы какие-то... Вот, наверное, это первые курсы, которые я прохожу в Бобруйске. Сегодня в мире у женщины очень много задач. Иногда с чем-то одним сложно справиться, а нам приходится маневрировать и находить в себе силы, ресурсы. Это сложно. Вот я сейчас с вами договорю и пойду вести йогу. Потому что я еще... Да, тренер йоги. Заболела спина. Началось все банально. А потом я поняла, что мне это нравится. Тоже отучилась. Получила международный сертификат. Я не стою на месте. Мне хочется узнавать что-то новое. И это круто. У всех нас окружает одинаковая реальность. Мы только все ее видим по-разному. Каждая женщина, на мой взгляд, должна быть с высоко поднятой головой в хорошем смысле слова. Смотреть под ноги, чтобы не спотыкаться и не падать. И чтобы в окружении были люди, с которых хочется брать примеры, хочется за ними следовать. Тогда все будет отлично.